слава богу ну рад рад что мы можем поделиться своими впечатлениями переживаниями тем не менее желательно чтобы мы могли отвечать больше на ваши вопросы если таковые имеются потому что в принципе то мы ради вас сергеем здесь и вот мы конечно же ожидаем для нас это весьма ожидаемое событие приезд джон арнота и команды и для нас конечно это было таким большим благословением и переживанием того опыта то что мы были сами в торонто могли видеть это своими глазами может быть и сергей также поприветствую поделишься да здравствуйте на самом деле о чем говорит пастор хотелось бы отвечать на конкретные вопросы потому что много есть что рассказать о самой поездки о конференции о переживаниях но для нас очень важно донести что чтобы вы могли к этому прикоснуться и вот у кого есть какие вопросы в этом отношении задавайте ну касаемо меня когда вот я узнал об этой конференции в торонто конечно это было ну такой вызов это большое расстояние далеко время но было большое желание мы женой молились и мы попали на эту конференцию двух слов скажу что я не жалею для меня и для нашей семьи верю и для нашей церкви это был определенный такой очень важный переломный момент это возможность духовного роста как нового такого духовного этапа уже чем мы прикоснулись там но я раньше этого не переживал я этого не видел и на сегодня есть уникальная возможность каждому из нас наши на территорию на базе нашей церкви быть на такой конференции то есть не выезжая в другую страну а прямо здесь новосибирске побывать на этой конференции я верю что дух святой совершит работу такую же как и там будет вот это помазание ну и сейчас может мы к этому вопросу перейдем и вот задавайте вот параллельности что-то возникает да очень важно помнить наверное сейчас как мы шагнем что наше время с вами максимум 30 минут которые мы здесь находимся поэтому мы хотели бы как уже было сказано делиться не только своими переживаниями но и отвечать на ваши вопросы что для меня очень важно сама по себе была эта поездка я мог видеть это помазание в действии и вы помните да иисус он заявил так сказать сказал для чего он пришел на эту землю он сделал это заявление он заявил о своей программе и он сказал что дух господин на мне и эти эти вещи они должны были происходить и мы видим это происходило и также для меня помазание божье это то что сопряжено с проявлением реальных вещей то что происходит сегодня здесь на этой земле и то что происходит в торонто на самом деле это уникально за этот период времени за 25 лет было насаждено большое количество церквей более 5000 церквей больше четырех с половиной миллионов человек прошли снаряжение служителей прошли снаряжение в служении и они говорят сегодня что в их жизни произошли такие серьезные изменения и как сергей уже сказал я думаю он будет свидетельствовать об этом говорить и что сегодня уже есть масса таких свидетельств когда он молится за исцеление и люди они получают где-то и в том числе в его жизни это появилось больше смелости появилась он видит эти чудеса которые происходят это очень важно очень ценно и также мы видим какое количество людей вообще прошли через эти конференции я считаю это уникальная часть то что мы можем принимать джон арнота с его командой здесь у нас с 12 по 16 июня и 12 13 14 это будут закрытые семинары на которые необходима регистрация и 15 16 это будут обычные открытые служения но в обычном формате у нас суббота воскресенье это одно и то же собрание джон арнота он будет служить разные послания на всех этих собраниях вот вот только в этом будет заключаться разница может быть у нас есть какие-то вопросы ну да ну да я поделюсь но я поделюсь не совсем может вот у нас в пятницу было молитвенное собрание когда я об этом говорил я пришел и я реально я видел то что у нас начало происходить того чего раньше не было я видел что люди лежат во время молитвы есть люди которые молились друг за друга смеялись интересно это происходит в торонто вот эти проявления это проявление святого духа я увидел что господь как будто бы готовит уже как будто он уже подготавливает сердца и в молитвенном собрании это уже начало происходить то есть то что мы видим в роликах когда люди смеются когда падают от воздействия от присутствия святого духа я верю что здесь будет то же самое ну не знаю как это насчет уровня сложно сказать сложно измерить простите может быть но не совсем так сказать понятно задан вопрос потому что для меня поэтому но для меня не совсем понятно и конечно я тогда воздержусь от каких-то еще вот один вопрос который поступил то есть но как вы считаете помазание прибывает на человеке или на месте и я вот немножечко сразу прокомментирую вообще конечно же я верю что помазание она пребывает на людях но тем не менее я не могу отвергнуть того факта что писание показывает что также ветхом завете также в новом завете мы видим определенные места где приходил господь и где совершались чудеса поэтому мы не можем отвергнуть этого фактора и того и другого но и в большей степени если говорить обо мне я склонен верить то что помазание она на человеке но это наверное очень большая тема тем не менее я верю что помазание которое на конкретном каком-то человеке после даже его жизненного пути когда его путь заканчивается она не возвращается к богу она остается здесь для того чтобы явить ту божью славу почему писание и говорит что слово божье в том числе она не возвращается к богу тщетным здесь она приходит для того чтобы быть исполненным вот и другая такая же часть может быть не в рамках сегодняшнего мероприятия что я знаю что помазание божье если человек не берет это помазание которое высвобождено для его жизни значит она ну будет работать в жизни другого человека для того чтобы слава божья все-таки была явлена поэтому для меня конечно же это событие она ожидаемо очень сильно и еще для меня большое вдохновение что джон арнод он сам сказал что самое малое количество это вот эти вот трехдневные семинары и для человека который в том числе в таком возрасте он едет для того чтобы быть именно эти дни вот все это все это время для того чтобы именно передать то что есть на его жизни наделять нас этим благословением этому пользуемся друзья этой возможностью для того чтобы принять все то что господь он приготовил для нас у нас есть на сайте возможность вы можете зайти и найти это событие у нас везде в нашем соц пространстве даже в церковном аккаунте будь то в шапке вконтакте в моем это прям висит закрепленная запись где можно зарегистрироваться как можно пройти по ссылке поэтому это тоже если вам упростит эту возможность вот пользуйтесь я знаю друзья что у всего есть я делился этим немножечко воскресенье у всего есть такое понятие как божественное вмешательство писание говорит что сей утром семя и вечером ты не знаешь какое будет успешнее и вот мы никогда не знаем где и что господь вот он сможет совершить и прикоснуться но я верю что мы должны использовать как сергей делился вот этой возможностью вот этой поездкой самой мы вместе ездили двумя семьями из новосибирска в торонто и но мы мы не иногда не знаем но мы всегда видим что для определенных вещей необходимо посвящение необходим твой шаг твоя часть которую мы делаем и я верю что это небольшая часть когда в новосибирске будут проходить эти семинары это наша часть когда нам необходимо отделить это время и быть на этих семинарах да может быть еще что-то хочешь сказать нет вопросов ну да на самом деле как пастор говорит так много конференции проходит так много проходит всяких нот в мероприятии когда высвобождается слова слова человеку но очень важно если его не нести если его не культивировать она не будет иметь плода интересно вот на этой конференции когда мы были у меня своего рода был такой энкаутер соприкосновения прикосновения бога ко мне я очевидно это переживал это было и проявление ощущения принятия решений и на сегодня я вижу плоды этого я я тоже верю что помазание также будет на человека который приедет и место конечно промолина когда проходит много раз этих вот таких конференций в торонто с момента излияния святого духа в течение 12 лет каждый день проходили собрания и туда люди приезжали со всего со всего мира и на самом деле это место особенно там заходишь помещение церкви ты уже ощущаешь присутствие духа святого но интересно я бы господь ко мне прикоснулся когда за меня молились когда мне пророчествовали я тогда чувствовал эти переживания прямо ну которые касались меня я верю то команда которая приедет служить нам джонар не один приедет это также будет возможность людей нашей церкви быть в этом просто бог будет прикасаться и вообще нашу поездку я не так начал расценивать в свете вот этих всех событий что мы съездили как раз для того чтобы была возможность джону армуту приехать сюда то есть не увидели некий мозга то есть мы как были саглядота и которые увидели и мы верим что этот огонь будет здесь и мы верим те пророчества которые высвобождены на россию что это одно из тех но как событий которые будут очень важные в жизни церкви они будут важные в жизни тех людей кто придет и вот название церкви вот этого движения в этом да не не прими а поймай огонь интересно что чтобы что-то поймать это определенные усилия это определенные действия но я как уже говорил что намного легче прийти на конференцию в новосибирске чем например приехать в торонто и поэтому здесь не воспользоваться этим ну я не знаю я конечно рекомендую и вот если кто-то заинтересовался кто-то об этом размышляет очень здорово можно почитать посмотреть очень много свидетельств разных известных мужей жен божьих в интернете кто был в торонто за все это время и как это повлияло на их на их служение как господь изменил но как мы всегда уровень да там духовной жизни если можно так сказать я не знаю но это возможно будет жизнью людей начало такого нора нового этапа в духовной жизни но здесь же интересный момент мы же не можем гарантировать этих вещей но я что касается меня я готов бежать то есть что вот касается меня я готов платить цену за помазание я готов идти и конечно же как много людей я знаю людей которые получали освобождение от наркотиков от алкоголя от различного рода зависимости просто находясь на служении просто приезжая на какие-то конференции я знаю уже к жизни людей кардинально менялись то есть соответственно если человек ищет если человек открытым сердцем приходит я верю что господь однозначно не оставит никого без своего прикосновения без плода для нас очень важно понимать это помнить искать этих вещей потому что я повторюсь еще раз я ищу то есть я помню в своей личной жизни что я не просто служитель слова но я служитель и духа поэтому конечно же насколько я открыт для движения духа божьего насколько я открыт для излияния божьей славы мы можем видеть друзья с вами что мы мы можем читать в истории пробуждения да мы можем там сегодня с вами говорить и праздновать там вот несколько лет назад было большое празднование там пробуждения на Но если вы можете посмотреть, проанализировать те или иные пробуждения в истории, то всегда предшествовали определенные события. Я сегодня наблюдаю за нашей страной, за Россией. Я верю, что есть определенные события, которые предшествуют этому. И всегда были люди, которые либо закрывались к действию Духа Святого, к действию Божьему, или говорили, вот раньше это было вот так, раньше это было вот так. Мы не можем скопировать и мы не можем запрограммировать движение Божье. Но все, что мы можем сделать, это мы можем просто открывать свои сердца и искать Бога во всем. Есть комментарии, я здесь послали. Хочу в Африку послужить, а это очень дорого. А тут само Торонто приезжает к нам в церкви, класс. Ну, класс, конечно же, класс, слава Богу. Значит, и Африка придет. Ха-ха-ха. Вот. Как у нас еще? Ну, вопросов нет больше. Можно приезжать? Тогда, друзья, регистрируемся, приходим, приезжаем. И я верю, что Господь Он благословит нас в этом. Обязательно каждому регистрация. Ну да, о чем пастор говорит, я об этом размышлял тоже, что нам очень важно не прогнозировать, не, как сказать, не ожидать, ну как, не ожидать, наверное, на то, что Бог будет делать. Потому что Дух Святой, на самом деле, Он делает, все пробуждения они особенные, каждая конференция она особенная. То есть, если мы сейчас будем ожидать, что у нас будет так, как в Торонто, ну вполне, может быть и не так, но точно будет прикосновение, точно будет его присутствие. И нам очень важно быть открытыми к его проявлению, к его действию. То есть, и второй момент, о чем также важно нам знать и как, ну, готовить себя, то есть, это ожидание, это ожидание встречи и жажда по нему. Потому что можно посетить тысячу конференций, но если ты приходишь просто там быть или для галочки, это не имеет смысла. Но когда мы реально жаждем встречи с Богом, то это может быть, ну, и Джон Арнольд может помолиться и Дух Святой коснется. Пастор Василий может помолиться, потому что интересно, что, будучи в Торонто, у меня несколько, я выходил на все молитвы, я, в принципе, пытался быть везде в тех, с теми людьми, кто молится. И интересно, я видел, что несколько раз Господь прикоснулся ко мне через тех людей, которых, ну, понятно, я их не знаю, но которые неизвестны. Это не был пастором, не был Джон Арнольд, это был один случай, был молодой парень, ему лет 17 из Австралии, и он начал молиться за меня, и Господь, правда, так сильно меня коснулся, так сильно у меня много было изменений. И для меня это было, ну, знаете, такое... Он ответил еще, да, на твои внутренние мысли. Да, 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 это вот тогда мне тогда произошло. Человек с другого континента отвечает на то, что у него происходит внутри. И я Богу благодарен, что это был не Джон Арнольд, не Хэдди Бейкер, а был тот человек, от кого я не ожидал. Потому что всегда легче, ну, как того, кто известный, да, муж был, от него легче принять. Или как, или мы ожидаем от него. Но когда человек говорит, тот, который вообще, как бы, ну, ты не обратил внимания, даже не подумал, это точно Бог. Я вспоминаю один случай, когда у нас приезжал, фамилию забыл, пастор, Северин, Каргустов, Каргустов Северин, и он рассказал одну историю, что он молился за свою маму, много лет, 40 лет за нее молились. Она была на многих конференциях, она с ним общалась, она говорит, ты классно проповедуешь, ты хороший пастор, ну, я вот, у меня, я вот по-своему же, Бога не принимала. И интересно, она приняла Бога на альфа-курсе, она позвонила Каргусту сыну, говорит, сынок, она говорит, христианство это не религия, это взаимоотношения. И он смеется, говорит, я, говорит, так счастлив. И вот иногда мы думаем, да, что должен Каргустов приехать еще раз, чтобы Дух Святой прикоснулся. Но Бог делает так, как он, ну, как считает, в то время, когда он это приготовил для тебя, поэтому мы всегда должны быть готовы. Но точки соприкосновения мы, конечно, должны искать, мы, конечно, должны что-то делать для того, чтобы быть в этом движении. Быть в общении, быть на конференции, быть в молитве. И тогда Господь совершит свою работу. Еще вопрос пришел. Можно ли как-то помочь в подготовке к конференции? Конечно, вы можете написать свой комментарий, вы можете написать в личку, чем вы можете помочь, чем вы можете послужить. И мы очень будем рады. У них такой самый популярный вопрос. Будет ли трансляция? Семинаров, конечно, нет. Потому что тогда смысл теряется в нем. Есть еще на сегодняшний день, чтобы сделать закрытый канал, где люди смогут регистрироваться, и они смогут находиться. Но, к сожалению, друзья, мы до сих пор этого не сделали. Спасибо вам, что вы напомнили. Мы постараемся это дело доработать. Чтобы, может быть, мы могли давать возможность людям ссылки. И, знаете, может быть, еще дополню одну вещь. Есть такие моменты в жизни, как определенные фразы, которые кинуты были в твою жизнь. Вот, когда я начал свой путь со Христом, вот только-только начинал. Я помню, я даже не помню, кто это сказал. Но один человек однажды мне сказал, когда ты сделаешь к Богу один шаг навстречу, он сделает к тебе 10. Когда я уверовал, я жадно начал читать Библию. Я просто читал, я за первые 4 месяца прочитал всю Библию. И я одно из мест писаний, которые я искал, именно вот это. Когда ты сделаешь к Богу один шаг, он сделает тебе как минимум 10 навстречу. Я не нашел, но я увидел, что этим была пропитана вся Библия. И есть еще одно выражение, которое я когда-то услышал. Тоже, может быть, с одной стороны, не библейское. Ну, ты не найдешь его вот таким вот в Библии. Но она реально отражает суть Божью. Один человек однажды сказал, ты можешь прописать Богу 200 путей. Каким образом он тебе ответит? И он обязательно тебе ответит по-другому. Поэтому это проблема, когда мы прописываем Богу путь. Где и как он нам, и что, как он к нам должен прикоснуться, через кого прикоснуться, как ответить. Давайте будем открытыми, давайте позволим Богу остаться Богом. Потому что он Бог чудес. Вы еще поедете в сторону? Очень хотим. Желание есть. Очень. И Джон Арнетт, вот этим летом, говорил мне, что хотелось бы, чтобы ты приехал на трехнедельные пастырские курсы. Но вот пока ничего не складывается в этом плане. Но может быть, когда-то это все случится. Ну, и думаю, можно повторить еще раз для всех, когда будет конференция, где и кто. Хорошо. Конференция будет, семинары закрытые, на которые необходима регистрация. 12, 13, 14 июня. Город Новосибирск. Все, что связано с Краеугольным Камнем. Открытые страницы, наши личные страницы. Везде вы можете найти информацию и зарегистрироваться. И также будет 15, 16, 15 вечером в субботу, в 18.00. И в воскресенье в 10 и в 13.00 будет служение Джон Арнетт, где будут проповеданы разные послания. Туда уже не надо будет регистрации. Это будут открытые воскресные богослужения. Господь да благословит вас. Будем рады видеть. Сергей, может быть, что-то добавить. Ну, а что тут добавить? Правда, я вот рекомендую, кто смотрит или будет смотреть до конференции, я уверен, что кто посетит, не пожалеет. Потому что вот подобного рода встреча, и, конечно, Джон Арнетт, это величина, это человек, который много конференций проводились, и так много людей получили помазания в той церкви. Но я верю, что Дух Святой через него будет работать на этом месте у нас, на этой конференции. И не пропустите. Не пропустите, потому что это возможность пережить вот этот энкаутер здесь. Возможность того, что Господь изменит. Изменит основание. Он очистит. Ну, я не знаю, направит. Кто с чем придет, я не знаю. Каждый приходит со своими какими-то желаниями. Но у Бога есть для каждого вот этот удар. Есть подарок, есть активация, есть помазание для каждого. И поэтому не пропустите, придите. Пусть это будет цена времени, каких-то средств, но это важно. Хочу попросить, чтобы сейчас ты помолился воспользоваться этой возможностью. Потому что мы верим в это. За Сергея молились, пророчествовали, дари исцеления, которые на его жизни. И я хочу, чтобы мы воспользовались этой возможностью и просто помолились, чтобы Сергей сейчас помолился. И так же я закончил молитвой, этот эфир. Я уверен, это правильно. И просто, если вы есть, и у вас есть какая-то проблема, молитвенная нужда, просто будьте открытыми для Бога. И мы будем молиться сейчас Сергею. И после так же я помолюсь, хорошо. Драгоценный Господь, мы так благодарны за эту возможность знать Тебя, быть Господь с Тобой все время, Боже Святый. Мы сейчас молимся за тех людей, кто смотрит, кто нуждается в исцелении. Мы знаем, что Ты победил. Ты победил любую болезнь. Ты прибил ее ко Кресту. И мы прямо сейчас высвобождаем дух здоровья, дух жизни, дух свободы, дух победы, Господь. Тем людям, которые нуждаются в этом. Мы провозглашаем исцеление в их жизни. Мы провозглашаем исцеление во имя Иисуса Христа. Господи, мы знаем, что это делаешь во имя Твое, во славу Твое, потому что Ты верный Бог, Ты целитель наш, Ты наш отец, Ты наш папочка. И Ты хочешь участвовать во всех наших, не знаю, во всех наших сферах. Господи, Ты хочешь исцелить нас от всего, Господи. Мы сейчас высвобождаем. И просто принимайте. Кому нужно, принимайте. Положите руку на то место, где болит, и Господь будет исцелять. Он будет исцелять прямо сейчас, своей силой. Во имя Иисуса Христа, Господи. И мы благодарны Тебе за то, что совершаешься, за то, что Ты исцеляешь, за то, что Ты прикасаешься прямо сейчас. Господи, допустим, имя Твое будет прославлено. Мы стоим на обетовании, мы стоим на Твоем Слове, Господи. Мы следуем за Твоем Божьем, мы любим Тебя. Слава, честь, хвала Тебя, Господи. Аминь. Господи, мы молимся в молитве согласия, а также за людей, которые сейчас смотрят и будут смотреть. Боже, иви Твою славу. Мы верим, что каждый человек, который посвятил свою жизнь Тебе, который нашел Тебя, Боже, это Твоя территория, и это храм Духа Святого. Мы высвобождаем Твою свободу, Твою победу, Твое торжество в каждый дом и в каждую семью во имя Иисуса Христа, Господи. Пускай на самом деле будет явлено Твое Царство, Твое Царство, которое есть мир, праведность и радость в Духе Святом в каждый дом, в каждую семью. Боже, мы просто молимся в молитве согласия, чтобы Ты дал все необходимое для каждого, кто хочет и желает быть на этой конференции. Благослови каждого, кто на самом деле жаждет, чтобы Ты дал все необходимое, будь то финансы, будь то выходные дни, еще что-то, Боже. Пусть придет Твое благорасположение во имя Иисуса. Иисус, Ты, Господь, в жизни каждого из нас. Мы благодарны Тебе, что мы можем следовать за Тобою и быть с Тобою в каждом дне во имя Иисуса Христа. Аминь. И Господь да благословит всех вас с миром Божьим. Аминь.